Какие они были молодые, думаешь ты, разглядывая портреты советских солдат и офицеров. Их создавали фронтовые художники в окопах Великой Отечественной войны. Это выставка – итог большого федерального проекта. Историки, поисковики изучили более 400 рисунков, пытаясь собрать сведения о тех, кто был на них изображен. Это часть проекта, который в своё время родился именно в Волгограде, активист поискового движения. Задался целью получить более полные данные, именно установить судьбу конкретного человека. Это могло быть или последнее изображение героя, или даже, возможно, единственное. Удалось установить личности 228 бойцов. Интерактивная экспозиция Волгоградского музея истории позволяет посмотреть и сами фронтовые портреты и узнать о дальнейшей судьбе героев. Организаторами проектов выступили поисковое движение России совместно с Мюзеем Победы. Целью проекта «Кронтовой портрет судьбой солдатами» стало возвращение в семьи образов и близких – защитников Отечества. Более 200 портретов на этой выставке – как бессмертный батальон героев войны. Ты смотришь на их лица и понимаешь – это те люди, которые сделали невозможное, победили в Сталинграде, освободили Европу и разгромили фашизм. История должна идти сквозь время. И так как сейчас у нас такой век технологий, я считаю, что очень правильным решением и очень грамотно, что это всё так предоставлено, потому что новому поколению гораздо интереснее будет просмотреть так, чем читать учебники, которые немного уже устарели. Первыми посетителями выставки стали волгоградские школьники и участники Всероссийского конкурса «Учитель года», финал которого проходил в городе Герои на Волге. Мне Волгоград безумно нравится. Всегда мечтала побывать здесь. Я в этом городе ни разу не была, очень мечтала. И тут такая возможность внезапная. Но вообще я, конечно, я не знаю даже как это выразить. Потому что когда мы были на Мамаевом кургане, мы просто не могли справиться со своими эмоциями. Очень хотел давно побывать в вашем городе. Посмотреть, конечно, на Мамаев курган. И вот моя мечта осуществилась. Потому что я, ну вообще, конечно, я очень стрепетом отношусь вообще к истории России. И город, мне кажется, каждое место в этом городе, оно всё-таки связано с боевой славой советских воинов. Потому что это город культурно-исторической памяти. Это гордость России. Ксения Бедросиан, Екатерина Донцова, Андрей Сабитов. Волгоградская правда. Телеканал Волгоград-1.